Буквально сегодня я посмотрел видеоролик Стаса Мэйсона и, блин, я не могу пройти мимо. Несмотря на то, что я не играю в GTA Samp и несмотря на то, что я давно ушел с Аризоны, я так или иначе слежу за новостями в мире Samp и за Аризоной также. Я не мог не пройти мимо комментариев Сэма Мэйсона, которые я прочитал. Аризона это РП проект? Серьезно? Магия на Аризоне это нормально в рамках РП процесса? Чел, который едет и сбивает всех ковшом, а потом телепортируется, чтобы словить дом мимо проезжающего попа, это нормально? Окей, давай с этим всем разберемся. Перед тем, как начать смотреть данный видеоролик, советую подписаться на мой телеграм-канал, а также на мой ютуб-канал. И да, не забывай писать комментарии. Сегодня напиши в комментариях, почему ты считаешь Аризону РП или РПГ проектом. Ну а я желаю приятного просмотра и погнали смотреть. Аризона РП или Аризона РПГ? Этот вопрос уже стоит над данным проектом несколько лет. И несколько лет люди делятся на два типа. Те, кто считают, что это РПГ проект, и другие, которые считают, что это РП проект. Ну и третья сторона это ютуберы, которые позиционируют проект так, как это им выгодно. Ну и есть исключения, которые видят всю картину и называют все своими словами. Я же согласен с высказыванием, что Аризона, да, это РПГ проект, который не поменяет свое название, потому что это маркетинговый ход. Любому игроку уже давным-давно понятно, что РП составляющая в 2024 году, скорее всего, никому не нужна. И если бы Аризона придерживалась лора только лишь строгости РП, то, скорее всего, у этого проекта не был бы такой онлайн. Сегодня я хочу поговорить как раз таки обо всем и сразу. И об онлайне, и об игроках, и, конечно же, об РП составляющей. Видеоролик с Эмма Мейсона мне показался довольно-таки странным, и когда я смотрел за тем, как он рассказывает ту или иную тематику видеоролика, мне казалось, что порой он сам не понимает, что говорит. Особенно в его повествовании мне очень понравился момент, где он рассказывает о том, кокетит полицейский, мимо проезжает челик с ковшами, сбивает всех, потом телепортируется, ловит дом, а дальше занимается магией. Но мне кажется, что вот в этом описании уже что-то не складывается. Я искренне не понимаю, почему нельзя признать, что РП это маркетинговая составляющая в названии проекта, и явно игрок, который будет заходить на проект, он не увидит, что такое РП. Особенно если для него это что-то новое, и он никогда ранее не играл на РП проектах, то, зайдя на Аризону, ему будет казаться, что это так оно и должно быть. Но ведь мы же с вами понимаем, что РП составляющая, она далеко не так отыгрывается. И глупо говорить о том, что это нормально, когда есть, так или иначе, в других играх сервера с РП режимами, даже в том же самом Майнкрафте. Есть GTA 5, где РП играется совсем по-другому. Но Аризона прививает новому молодому поколению, что вот это, это нормально. Нормально просто взять воздушный шар магический и улететь перед копом. Нормально сбивать всех ковшом. Нормально, что у тебя может быть автомобиль, который летает. И ладно бы речь шла только лишь о том, что Аризона это просто будущее. Но нет, магию очень сложно вписать в лор будущего. Очень сложно в лор будущего вписать, что у вас по городу бегают Человеки-пауки, Марвелы, Лего персонажи, Майнкрафт персонажи и тому подобное. Это может быть отыграно в рамках РП режима только лишь во время какого-то мероприятия, где ты можешь отыгрывать маскарад. Но в остальном, это бред и еще раз бред. Не существует никакого нимба, который делает вас бессмертным. Не существует магического щита, через который невозможно вас убить. Да, кстати, хороший вопрос, а это РП составляющая, когда полицейский с вами перестреливается, а у вас магический шар плюс щит и в принципе вы неубиваемый. Мне кажется, что уже здесь что-то не так. Потому я искренне не понимаю, как можно было все это рассказывать, объяснять, приводить примеры, которые явно показывают, что на самом-то деле все наоборот. Аризона не является РП проектом, а скорее всего РПГ проектом. Даже те же самые квесты, которые разработчики добавляют на каждый ивент. Они же ведь далеко не РПшные. Они далеко не вписываются в лор игры, но при этом они его задевают и также добавляются локации, которых не может быть в реальной жизни. Несмотря на то, что можно было бы на любой праздник сделать действительно интересную сюжетную линию, которая не будет выбиваться из рамок реальной жизни. И да, я понимаю, что многие вещи делаются с уклоном на донат и также делаются с уклоном на то, что на Аризоне играет очень много детей. Мне сложно представить, что старая аудитория Сампа, которая играет так или иначе на Аризоне, действительно оценит по достоинству все те нововведения, которые появляются на проекте. Тот шарм, та картинка, которую мы с вами видим перед глазами, это действительно просто детская игра. Она не заточена на привлечении новой аудитории, которая будет являться более взрослым возрастным контингентом. Но и при этом у меня возникает диссонанс. Аризона действительно донатный проект. Да, можно добиться всего без доната, но так или иначе это очень сильно бросается в глаза, потому что Аризона это про фарм. Каждый игрок, который заходит на Аризону, занимается именно фармом и так или иначе вкладывает реальную валюту. Но обновление системы, картинка делается для детей, при этом с нотками, довольно-таки большими нотками доната. Как это все умещается в одно целое, довольно-таки интересно. Выкачивание денег из детей очень сомнительная идея, потому что дети подвластны донату, подвластны азарту, и они способны пойти потихо взять мамкину карточку и задонатить на игру. Мы с вами живем в довольно-таки современное время, когда детям ничего не стоит быстро разобраться в телефоне, задонатить ту или иную сумму и спрятать этот телефон обратно. При этом не рассказав родителям ни о чем. Да, донат есть на любой игре и везде есть дети, но опять же, Аризона очень сильно заточена под детскую аудиторию, с нотками повторюсь доната. Ну и конечно же, открытие новых и новых серверов на фоне незаполненных других. С одной стороны, Сэм Мэйсон, конечно же, говорит, да, это правильный ход и мы осознаем данное решение, но мне кажется, что все-таки открытие новых серверов, это скорее всего, опять же, про донат. Разработчики латают огромное количество денег с открывания новых серверов. Тот донат, который вливается в первые часы игры на новом сервере, он не сопоставим ни с чем. И давайте будем откровенны. Онлайн, который мы видим с вами на серверах, он на самом деле не настоящий. Сколько на Аризоне ботов? Сколько на Аризоне людей, которые стоят и АФК фармят депозит? Сколько людей стоит на центральном рынке и при этом находится даже не у компьютера? Другая же часть игроков стоит на том же центральном рынке и никак не взаимодействует с другими игроками, кроме как продажа-покупка аксессуаров. Это не настоящий онлайн. Это локальный онлайн или же мертвый онлайн. Настоящий онлайн это когда ты заходишь на сервер, где онлайн 400-500 игроков, катаешься по карте и всегда встречаешь каких-то других игроков в локальные ситуации, и ты не чувствуешь себя одиноким. На Аризоне же, даже когда ты не чувствуешь себя одиноким, ты понимаешь, что ты находишься в системе, где очень много ботов и игроков, которые себя так ведут. Игроки заходят на проект даже не для общения, даже не для того, чтобы чего-то добиться. Они заходят просто с целью нафармить, что-то купить и пойти стоять в АФК. Потому как мне кажется, нужно было бороться с центральным рынком и системой того, что игроки стоят постоянно в АФК. Как минимум можно, я считаю, наконец-таки начать бороться с центральным рынком путем создания торговой площадки. Где не нужно будет стоять за ларьком. Где можно будет просто зайти на сайт, выставить внутри игры товар, который вы хотите продать и просто его продавать. Далеко бежать не надо, в GTA 5 на Majestic есть похожая система и, мне кажется, она выполнена неплохо. То же самое и на GTA 5 RP. Есть как Darknet, так и Whitenet, называйте его как хотите. Но есть и белый рынок, и черный рынок, и это все работает. Игрокам не нужно находиться в одной локации, нагружая ее и создавая огромные просадки фпс. Конечно, да, данный видеоролик, скорее всего, будет захейчен фанатами Аризоны. Скорее всего, меня захейтят любители стоять в ФК и люди, которые считают, что я говорю о каком-то бредовом РП. Но давайте вспомним еще раз. Мы с вами играем на Аризоне, РП-проекте, где есть магия, где есть щиты, которые нельзя пробить, где есть воздушные магические шары, где есть аксессуары с заточкой, а вы просто полицейский, который должен с этим бороться.